Кого привлечь за букву «э» у здоровья? Сегодня в СЭМе искали виновных в трудностях проекта электронного здоровья. За дискуссией наблюдала Евгения Копылова. Введением системы электронного здоровья недовольна даже госконтролер элита Круменя. Система – яркий пример. Я считаю, что это такая вообще общая проблема нашей государства. Мы видим, что вот таких случаев, когда не досягается цель проекта, когда проект проводится нецелесообразно, неэффективно, ответственность не наступает. Смена кадров – главная причина бардака. Людей так много, они менялись, и так и есть, потому что те, которые были в этой системе во влекхане, очень много. Но, очевидно, не было капацитета, не было профессионализма. И вывод в Министерство здравоохранения, что они сами не могут определить, кто тогда именно виноват. А вот в полиции и прокуратуре посчитали, что виновных просто нет, поскольку и криминала нет. Весной 2017 года Министерство здравоохранения подало заключение, о котором мы услышали критические высказывания. Экономическая полиция провела ведомственную проверку и признала, что для уголовного дела нет оснований. Министерство здравоохранения не оспорило решение, но прокуратура по расследованию финансовых и экономических преступлений по своей инициативе провела повторную проверку и признала, что решение обоснованное, законное, и криминала там нет. За всё время работы над системой государство потратило около 15 миллионов евро. Два из них было выделено предприятию «Латтелеком». Предприятие отвечало в том числе и за безопасность и здоровье. В январе на систему была совершена хакерская атака. Штрафные санкции были применены в нашу защиту. Я хотел бы сказать, что время, за которое было необходимо всё реализовать, было очень ограничено. Это и привело к ошибкам, но в результате система была сдана. Кроме разбора, кто прав, кто виноват, споры вызвало и так называемое электронное направление, которое изначально планировалось ввести 1 марта. С приближением 1 марта уже в январе Министерство здравоохранения было приглашено ко мне. Мы говорили о готовности системы. И был вопрос, насколько великий риск, что мы снова переживём стресс, который был в январе. Отрицать нельзя. Стресс был, и вы все этому свидетели. Я думаю, что если бы мы сказали, ничего, мы это сделаем, то всё уже опять было бы отменено. Одна из политических позиций «эздоровье» — это при первых сложностях сказать, нет, этого нам не надо, будем искать виноватых. Почему вам, господин Клементьев и господин Путнич, необходимо, чтобы мы не приняли это решение, чтобы вы 2 марта пришли и опять сказали, что большой стресс? Я в своём письме ещё три года назад предупреждал, что будут проблемы. И проблемы будут не только 1 марта, поверьте мне. Тем не менее, было принято решение, что до 1 декабря будут выписываться бумажные направления. Евгения Копылова, Никита Алексеев, Латвийское телевидение.